Большая часть бюджета страны формируется за счет продажи нефти и газа. Но сколько бы месторождений не открыли, будет ощущаться нехватка сырья. Поэтому важно увеличивать экспорт несырьевых товаров. Это была главной темой встречи с иностранными инвесторами. Я не раз отмечал, что долгий сырьевой суперцикл завершается. В отличие от предыдущих колебаний спроса и цен на нефть, текущая конъюнктура определяется не просто ситуативными рыночными причинами. Она подчиняется глубинному технологическому сдвигу, который происходит на наших глазах. Следовательно, необходимо привлечь иностранные инвестиции и превратить Казахстан из страны производителя в страну-переработчика. Гигантские международные корпорации, влияющие на мировую экономику, тоже стремятся инвестировать в нашу страну и зарабатывать большие деньги. Предлагалось даже сделать Казахстан центром модной индустрии. Для этого необходимо построить в стране фабрик, производящие одежду известных западных брендов. General Electric заявляет, что в Казахстане можно развивать медицинский туризм. У нашей страны для этого есть большой потенциал. Даже в этой сфере регион станет лидером и экспорт услуг увеличится. Известно, что страна ориентирована на развитие альтернативной энергетики. Недавно президент поручил увеличить к 2030 году долю солнечной, ветровой и гидроэнергетики до 15%. Инвесторы готовы помочь. В целом от иностранных инвесторов поступает много предложений, направленных на увеличение нефтевого экспорта. Глава государства сообщил, что эти предложения будут детально рассмотрены. Ведь наша страна должна сохранять лидерство в привлечении инвестиций в регион. Более того, у Казахстана есть большой потенциал в экспорте нефтяных товаров. «Мы оцениваем дополнительный экспортный потенциал обрабатывающей промышленности в 10 миллиардов долларов. Экспортный потенциал сферы услуг – еще в 10 миллиардов долларов. Среднесрочной целью является увеличение объема несырьевого экспорта, включая услуги, до 41 миллиарда долларов к 2025 году». 18 миллиардов долларов вложено в страну во время кризиса. В прошлом году реализован 41 проект с участием иностранных компаний. Создано 7 тысяч рабочих мест. «По мере восстановления мировой экономики Казахстан также наращивает темпы экономического роста. По прогнозу нашего правительства этот рост составит минимум 3,5 процента. Ожидаем, возможно, и большего роста. Помимо внутреннего потребления инвестиций, наша экономическая модель рассматривает экспорт как важнейший фактор экономического развития». Глава государства также отметил, что мы готовы наращивать производство отечественной вакцины Казвак и экспортировать ее за рубеж. Президент также поручил основательно улучшить инвестиционный климат в стране и реформировать налоговую систему. Он также поддержал предложения инвесторов и поручил внести конкретное предложение по расширению рынка зеленых инвестиций.